Значит, сегодняшняя у нас тема – это инвестиционная деятельность в международном менеджменте. Первый вопрос, который мы здесь рассмотрим – это классификация и характеристика иностранных инвестиций в мировой экономике. Инвестиции. Что такое инвестиции? Инвестиции – это часть прибыли, используемой для ресурсного обеспечения воспроизводственного процесса. Иностранные инвестиции – это виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых иностранными инвесторами в объекте предпринимательских и других видов деятельности в целях получения прибыли. Это понятно, да? Давайте дальше посмотрим. Так, иностранные инвестиции – это вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории России. Здесь написано, это на любой территории. В виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору. Если такие объекты гражданских прав не изъяты из обороты или не ограничены в обороте Российской Федерации. В том числе денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку, исключительных прав на результате интеллектуальной деятельности, интеллектуальной собственности и так далее. То есть, что такое инвестиции, это понятно. Это движение, грубо говоря, это движение капитала, капитальных цен, то есть денег, можно сказать, да? Инвестиционные ресурсы вырабатываются самим предприятием с воспроизводственной целью. И если для расширенного воспроизводства не хватает собственных инвестиционных ресурсов, возникает внешняя инвестиционная потребность. Что значит воспроизводственная цель? То есть деньги, которые вы имеете в виде прибыли, предприятие имеет, нужно вкладывать их в дальнейшее расширение производства. И как здесь говорят вам, значит, нужно постоянно вкладывать деньги. Но если своих денег не хватает, значит, просят внешние инвестиционные вливания. Возможность удовлетворения этой потребности зависит от инвестиционной привлекательности организации. Инвестиционная привлекательность внутренней среды определяется показателем эффективности инвестиции. Вот здесь вот вводится понятие «показатель эффективности инвестиции». Что значит эффективность инвестиций? То есть насколько эта инвестиция будет приносить пользу и вкладчику, и тому, кто получает эти инвестиции. Здесь вот эта хорошая очень таблица. Давайте посмотрим. Ее надо будет, наверное, или записать, или запомнить. Вот смотрите. Способы классификации долгосрочных зарубежных иностранных инвестиций. По отношению к отдельным странам. Это иностранные вложения иностранных капиталов и зарубежные вложения местных экономических субъектов за рубежом. Видите, здесь они даже делают различия. Если вы являетесь субъектом национального государства и находитесь за рубежом, то ваш вклад будет называться зарубежный. Но если вы представитель иностранного государства и вкладываете в свои средства, то это будут уже иностранные. Дальше. По источникам происхождения и форме собственности. Значит, какие могут быть инвестиции? Частные и государственные. Частные – это понятно, а государственные – это инвестиции государственных органов или предприятий. Дальше. По степенью контроля над предприятиями и другими экономическими субъектами. Прямые инвестиции, дающие право контроля. Портфельные инвестиции, не дающие право контроля. Об этом мы с вами и раньше говорили. И сейчас по предмету, который вы сейчас проходите, вам тоже, наверное, объясняли, что такое прямые инвестиции, что такое портфельные инвестиции. По характеру использования – это предпринимательские, вкладываемые в производство с целью получения прибыли, и судные, предоставляемые в форме займов и кредитов с целью получения денег в виде процента. То есть процентов получается. Дальше. И по способу учета – текущие потоки инвестиций, инвестиции, осуществляемые в течение года, и накопленные инвестиции, объем инвестиций за весь период их осуществления. Вот это вот основная классификация инвестиций. Здесь все понятно? Да. Да. Нормально, да? Ну, вы это все проходили, я думаю. Вы это знаете. Дальше. Значит, другой вид классификации – это, смотрите, по периоду и вероятности инвестирования. Это реальные инвестиции, потенциальные инвестиции, финансовые инвестиции. Это все надо как-то записать или запомнить. Ну, короче, это надо знать. Что тут еще? Так, значит, реальные инвестиции – это инвестиции, в результате которых происходит приращение капитала в виде вложения в новые здания, оборудования, торгово-материальные ценности. Дальше. Потенциальные инвестиции – это инвестиции, которым предстоит произойти, то есть, которые имеют возможность, вероятность произойти. То есть, они еще не вложены, но, возможно, их будут вкладывать. И финансовые инвестиции – это вложение капитала в акции и другие ценные бумаги. Ну, обычно в других учебниках, я когда видела, там обычно есть реальные инвестиции и финансовые. Потенциальные обычно такое понятие редко дают. Потенциальные инвестиции – это то, что может быть того или то, что может и не произойти, то есть, то, что под вопросом. Так, дальше. Реальные потенциальные инвестиции. Значит, бывают краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Об этом мы тоже, по-моему, говорили с вами. Дальше. Значит, по характеру участия в управлении объектами инвестирования. Это прямые и портфельные инвестиции. Вот это всегда студенты задают довольно часто вопрос. А почему портфельные, чем они отличаются друг от друга? Смотрите, значит, портфельные инвестиции, вам говорят, это дает право контроля. То есть, они вкладываются в достаточно большом объеме. И обычно прямые инвестиции, если говорить о международных отношениях, о международном менеджменте, то прямые инвестиции бывают достаточно больших объемов. И причем принадлежащие не только одной стране и нескольким странам. Портфельные инвестиции тоже в этом случае, если говорить о международных отношениях, то они тоже бывают достаточно большими, но в то же время они не дают контроль. И вот эта цифра, которая дает до 10%, она на сегодняшний день уже изменилась. Здесь портфельные инвестиции, они достаточно емкие вклады бывают, но, конечно, соотносительно к основному уставному фонду предприятия. Дальше. Портфельные инвестиции в основном относятся к предприятиям типа акционерных обществ, открытого типа. Причем не только они относятся к акциям и облигациям, но и другим видам ценных бумаг. Основным институтом портфельных инвестиций является фондовая биржа. Кто-нибудь имеет представление о фондовой бирже? Что такое фондовая биржа? Никогда не сталкивались с фондовыми биржами? Ну, на практике точно не сталкивались. Скорее всего, на фондовой бирже производится вот эта купля-продажа разного рода инвестиций. Да, во-первых, купля-продажа, и во-вторых, устанавливаются реальные цены на валюту. То есть, какой спрос, какое предложение, в зависимости от этого устанавливается реальная цена валюты с помощью различных котировок. Дальше идем. Валовые инвестиции понятия есть. Это выступают как совокупный объем инвестиций, направленных на приобретение средств производства, новое строительство, прирост товарно-материальных запасов в течение определенного периода. И чистые инвестиции, отражающие объем валовых инвестиций, уменьшенных на величину амортизационных отчислений. Это чисто такие экономические понятия, поэтому обязательно надо их запомнить. Значит, валовые и чистые инвестиции. Дальше, венчурные инвестиции. Слово венчурные мы уже с вами проходили, да? Помните, да, когда мы его проходили? Уже никто ничего не помнит. Ладно. Венчур, вот вам говорят, это означает рисковое начинание. Риск, да, имеет высокий риск получения ожидаемой доходности. Сделки по приобретению фондовых акций компании за денежные средства. При этом компании, акции которых приобретаются в ходе сделки, не должны находиться на поздних стадиях развития. То есть, венчурные инвестиции, они связаны с чем? То есть, это когда обычно венчурные инвестиции куда вкладываются? Это венчурные инвестиции, это такое понятие. То есть, вы вкладываете свои инвестиции, не зная, что будет. То есть, есть возможность выиграть и есть возможность проиграть. То есть, это очень, когда обычно вот эти венчурные инвестиции вкладываются в те проекты, которые только начинаются, только, только, так сказать, нераскрученные, скажем, грубо, проекты, нераскрученные проекты, туда обычно вкладываются венчурные инвестиции. То есть, на свой страх и риск, как говорится. Дальше. Есть такое понятие делфлоу, поток сделок. Формализованный процесс рассмотрения проекторов инвесторам, отбор части проектов для дальнейшего изучения и анализа. И тщательный анализ отобранных проектов, проверка планов, выявление всех важнейших элементов бизнес-модели, выработка окончательного решения по проекту. Цель их процедур – выявление всех возможностей и рисков, связанных с рассматриваемой возможностью инвестирования. Вот картинка вам очень интересная здесь показана. Ракета Дрейпера – процедура отбора компании фондом Дрейпер. Фишер. Это, наверное, чисто американский подход здесь показывается. Вот смотрите, если вам даются 30 тысяч бизнес-планов, то после первой встречи остается 750. Дальше, значит, остается 150, а в конечном итоге, где острие ракеты, у вас остается, представьте себе, 30 тысяч и 12-24 инвестиции. Это сколько процентов получается? Посчитайте быстренько. То есть все, что ненужное, все, что сомнительное, все, что не вызывает интереса, отбрасывается. Сколько процентов посчитали? Группа, где группа? Группа, вы меня не слышите? Слышим. А что не откликаетесь? Я вот сама пытаюсь посчитать. Что-то я не просчитала. Ладно. Дальше смотрим. Схема венчурного инвестирования. Вот в этой схеме сами разберетесь дома, потом не расскажете, что это такое. Или сейчас будем разбираться. Как вам? Как вам? Дельмурот опоздал на полпары. Ну, здесь вот эти вот венчурные инвестирования обычно относятся, вот сейчас вот появилось такое новое слово. Вы, наверное, постоянно его слышите. Знаете, стартапы, да? Что такое стартапы? Что-то или вы сегодня не проснулись? Что с вами? Что-то вы такие пассивные сегодня? А, ребят? И Юлю не слышно, и Махинур не слышно, и Марджону не видно, не слышно. Мадина тоже ушла в подполье. Завтракайте, что ли, сидите все? Я же говорю, меня никто не слышит, с кем я разговариваю. Слышим мы вас. Ну, а что не отвечайте, девочки? Если слышите, что такое стартапы, я спросила. Ну, это компании, которые занимаются какими-то новыми идеями. Это новая идея. Вот как раз речь идет о венчурных предприятиях, да? То есть это когда новые идеи, вы начинаете, вы придумываете идеи, и вам, естественно, нужно, чтобы ваша идея, чтобы уплатить свою идею, нужны деньги, да? Нужны инвесторы вам. И где взять этих инвесторов? И вот здесь вот пока вот на этой схеме как раз показано, откуда вообще появляются стартапы. Вот у вас в центре стоит стартап. То есть откуда они появляются? Это или какой-то персонал, или со стороны каких-то исследовательских центров, или университет, и так далее. То есть все это объединяется, если появляется какой-то стартап, откуда могут появиться деньги? Вот здесь вот видите, деньги нарисованы. Кто вас может инвестировать? И вот это как раз есть венчурное инвестирование. То есть может вас инвестировать тот, кто будет верить вас, кто будет ожидать получения прибыли от ваших идей и так далее. Ну, поэтому оно и называется венчурное. То есть на свой страх и риск. Вот смотрите. Этапы венчурного инвестирования. Вот это, кстати, вам тоже пригодится. Смотри, на что надо надеяться, когда вы что-то придумали и начали что-то делать. То есть какой-то стартап. Вначале выручки нет. То есть никакой прибыли. Разработка продукта. Денег нет. И тестирование продукта. Тоже никакой прибыли. Реализация продукта. Здесь уже какую-то выручку получается. Но здесь тоже это достаточно проблематично, что вы получите здесь какую-то прибыль. получение прибыли, повторный выпуск продукта. И поздний стадия тоже, когда вы развернулись на рынке. Но обычно, насколько я изучала вот эти стартапы, любой человек, который только начинает что-то делать, он должен рассчитывать на то, что где-то год-два он точно не будет получать. Если это при том условии, что это какие-то мелкий бизнес, малый бизнес. Год-два вы будете работать без какой-либо прибыли. Надо с этим это знать. Дальше. Инвесторы. Кого называют инвесторами? Эти участники, значит, инвесторы – это участники инвестационной деятельности, осуществляющие вложение определенных ценностей в объекты предпринимательской и иной деятельности в целях достижения экономической иной выгоды. Значит, кто может быть инвестором? Это физические лица, юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица, объединение юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, иностранные субъекты предпринимательской деятельности. То есть, это все лица, кто могут быть инвесторами. Объекты международной инвестационной деятельности – это ресурсы, ищущие корпорации, специализирующие на переработке природных ресурсов и заинтересованные в размещении своих производственных мощностей в непосредственной близости от царевой базы. Страны Восточной Азии и в начальный период реформ, отличающие от своих конкурентов по странам крупных растущих рынков и низким затратам на заработную плату, поэтому они стали объектами интереса затратно-ориентированных инвесторов. Рыночные и рыночные ищущие инвесторы – это высококонкурентные. Они высококонкурентные. Они преследуют цель вытеснения конкурентов в существующих или новых рынков, укрепления своих позиций на них. Инвестиции, выполненные с этой целью, рассматриваются как стратегические. Несмотря на кризисы на этих рынках, защита стратегических позиций крупной компании преобладает над стремлением увеличить прибыль. Так, права, обязанности, гарантии и ответственность инвесторов. Значит, какие у них права? Осуществляющих прямые инвестиции в форме капитальных вложений. Это закон об инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений. И осуществляющие портфельные инвестиции в ценных бумагах. Это, значит, законы о рынках ценных бумаг и акционерных обществах. Права инвесторов. Значит, права инвесторов, те, кто вкладывает прямые инвестиции. Это какие? Самостоятельное определение объема и направления капитальных вложений. Владение, пользование и распоряжение объектами и результатами капитальных вложений. Передача по договору или государственному контракту своих компаний. Прав на осуществление капитальных вложений и на результаты другим лицам. Портфельные инвестиции определяются ценными бумагами. Обыкновенная акция удостоверяет имущественные права на получение дохода в виде дивиденды или на ликвидационную квоту. И неимущественные права на участие и управление на получение информации о деятельности общества. Значит, смотрите, здесь вот показан российский закон об инвестиционной деятельности. Значит, что здесь? Это инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи, объекты вложений и другие лица. То есть все участники инвестиционной деятельности. Дальше. Права инвесторов. Какие права у инвесторов? Осуществление инвестиционной деятельности, самостоятельное определение объемов и направлений капитальных вложений, а также заключение договоров с другими объектами инвестиционной деятельности в соответствии с законами. Дальше. Объединение. 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 Объединение собственных и привлеченных средств со средствами других инвесторов в целях совместного осуществления капитальных вложений. Значит, обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами. Объединение. Использовать требования, предъявляемые государственными органами и должностными лицами, не противоречащими нормами законодательства той страны, где вы ее осуществляете. И использовать средства, направляемые на капитальные вложения и по целевому назначению. почему так мало на родственной лекции ребят почему так мало народа силы 8 человек 6 человек где где староста а в чем делать почему не отвечаете главное все они вообще и участников вот вы на ленте есть у меня но вы практически не участвовать в занятиях нужно не готовиться на очную учебу да конечно ой как вы отгадали готовится как они готовятся а насчет учебы вообще я так и не поняла не будет у насочная учеба или это фейк так вот смотрите вот здесь вот очень интересная картинка нарисована это логика инвестором представьте себя инвестором вот у вас есть деньги что вы будете с ними делать куда вы их будете вкладывать на этой по этой картинке вы можете посмотреть какая должна быть у вас логика значит как будете рассуждать посмотрите если у вас то что вы уверены тот проект который в который вы хотите вкладывать он инновационный то есть имеет какой то является уникальным ресурсом имеет какие то технологические преимущества коммерческая привлекательность это конкурентные преимущества продукта и инвестиционная привлекательность гарантия сохранности гарантия возврата и высокая рентабельность инвестиций стоимость бизнеса при его продаже то есть если вот эти вот скажем вот эти вот факты подтверждаются тогда вы это сказать так сказать вы будете вкладывать деньги а если нет то вы конечно наверное не будете и деньги вложишь а потом если их обратно не получше то по моему хуже не бывает да поэтому вот эта логика инвестора она должна быть такой здесь показано но здесь вот уже начался второй вопрос я думаю пока на второй вопрос переходить не будем потому что я не успею пару фраз сказать как время у нас закончится значит что вы вы кстати так получается что у нас если вы уже заканчиваете вы уже должны сдать до промежуточного кстати далее нет еще давайте еще 11 неделя же мы сейчас посчитали с вами на середине же ставит на седьмой неделе ну вы этот еще неделю назад тоже у нас спросили да я как будто так подумала вы уже четвертый курс я об этом забыла совсем вы же учитесь меньше 18 недель правильно вы учитесь 4 недели ой 14 недель это получается на седьмой неделе вы должны сдавать сдайте пожалуйста хорошо ну давайте на сегодня тогда попрощаемся у нас уже и время по моему закончить закончилась до или заканчивать немножко осталось сдайте пожалуйста следующего раза промежуточные ко мне есть какие-нибудь вопросы у вас нет проблем по там с домашними там с этими с вашими не пока все нормально слава богу как у вас не устаете не то что не устаю у каждого какие-то свои дела появляются в жизни так что вы простыли да да я и простывшая и еще всякие там дела так что давайте на следующей неделе продолжим хорошо хорошо спасибо большое застаравливайте вы тоже не болеете дайте промежуточный хорошо